Глеб смышленный 4-летний мальчик. К сожалению, он до сих пор не говорит и плохо ходит, хотя искренне пытается не только ходить, но и бегать, как другие детки. Проблемы со здоровьем у мальчика начались с рождения. Беременность протекала нормально, но роды были тяжелые, и в результате Глеб первые две недели жизни провел в больнице. Ползать он начал только в год, а ходить в два года. В настоящее время Глеб может сам ходить по дому, но постоянно падает, поэтому на улице это может быть для него опасно. Я Илон Алексон, у меня двое детей. Второму ребеночку Глебу трудности со здоровьем. Он не может ходить, потому что ему плохое равновесие. Роды были тяжелые, и когда родила, это сама ребенка отправили в больницу на две недели. Потом, когда с больницы пришли, это оказалось все нормально, до полтора года. Но потом обнаружила, что не работает у него правая ручка, и в том числе Глеб по дому ходит сам, но постоянно падает, нет у него равновесия. И также я его не могу на улицу одного отпустить, что это очень опасно. И он еще у меня не разговаривает. В возрасте полутора лет у Глеба также обнаружились проблемы с правой рукой. Он не может пользоваться ей в полном объеме. Несмотря на свои особенности, Глеб посещает обычный садик, с удовольствием играет с другими детьми. Он дружелюбный и улыбчивый ребенок. Пытается помогать маме по дому и с радостью проводит время с братом. Если бы он мог еще хорошо ходить, задействовать правую руку и говорить, как бы изменилась его жизнь. И в наших с вами силах помочь этой мечте осуществиться. За всю жизнь мальчик еще не прошел ни одного курса реабилитации. Семья живет очень-очень бедно. Работы нет, подрастают двое детей. Еле-еле получается сводить концы с концами. О том, чтобы оплатить лечение и реабилитацию, даже речи не идет. Тут бы на еду хватило. Врачи в Латвии нам помочь не могут. И для этого мы обратились в Вера, Надежда и Любовь. И нам предстоит ехать в Питер на реабилитацию и обследование. Но для этого нужно большое количество денег. Очень надеемся, что нам там помогут. Поездка Глеба в Санкт-Петербург для обследования и реабилитации стоит примерно 4600 евро. Для его семьи это баснословная сумма, о которой и мечтать трудно. Только помощь добрых людей может дать шанс Глебу научиться ходить и говорить. Быстро и удобно пожертвовать на поездку Глеба, а также познакомиться с историями других детей, можно на сайте детидефисхелп.ком. Глеба в Санкт-Петербург для обследования и реабилитации. Субтитры создавал DimaTorzok